Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллах сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. С вами шестая серия из цикла «История о татаро-монголах». В прошлых сериях мы видели ошеломляющее завоевание исламского мира татаро-монголами. Мы видели падение большинства королевств в восточной части света под натиском монголов и полное отсутствие сил на сопротивление. Также мы были свидетелями нескольких из ряда вон выходящих примеров поведения правителей мусульман, основной целью которых было лишь обогащение, состязание в имуществе и борьба за власть. Дело доходило до того, что в войну между собой вступали родные братья. Как мы могли видеть на примере сражения Джалалуддина, сына Харизмшаха, против Гаясуддина, сына Харизмшаха. Это два родных брата, как вы уже знаете. Мы видели этот крах исламской уммы, а также то важное событие, которое потрясло весь мир в 624 году по хиджре. То есть примерно после 21 года с возникновения монгольской империи на мировой арене. И событие это, это смерть Чингисхана. После смерти Чингисхана к власти пришёл Огадей. Политика Огадея поначалу была направлена на стремление закрепить свои позиции на обширные территории империи. Он добивался усиления своей власти в больших странах и городах, большинство из которых были исламскими. Таким образом, это было время относительного спокойствия. С 624 по 627 года или до начала 628 года. То есть около 3-4 лет ситуация была относительно спокойной. За это время практически не было никаких завоеваний и нападений на исламский мир. И чем же, как вы считаете, ответил исламский мир на это? В действительности, исламский мир стал свидетелем бед и страданий. Это стало уже почти обыденно для этого периода времени. В 624 году умер Наср лей-дин-Илля, в том же году, в котором скончался Чингисхан. Это был несправедливый аббасидский халиф, о котором мы уже упоминали. Он был у власти, субханаллах, 47 лет. Он правил государством 47 непрерывных лет. Свой срок правления, как мы говорили, он наполнил несправедливостью, преступлениями, тиранией в попытке укрепить свою собственную власть над королевством и передачей этой самой власти, трона, по наследству своему сыну Захиру биамрилля. Захир биамрилля получил правление в 624 году по хиджре. И по факту Захир биамрилля зеркально отличался от своего отца. Ситуация полностью переменилась. Он был справедлив, набожен, благочестив. Он любил свой народ. Он осознавал важность джихада на пути Аллаха. Этот человек будто бы был вовсе не из этого времени. Настолько, что когда Ибн Аль-Асир, да помилует его Аллах, писал о его биографии, среди прочего он отметит, если кто-либо скажет, что не правил мусульманами никто лучше него после жизни Умара ибн Абдул-Азиза, то он будет прав. Так его оценил Ибн Аль-Асир, величайший правитель мусульман со времен Умара ибн Абдул-Азиза. Вы, конечно же, знаете Умара ибн Абдул-Азиза. Он умер в 101 году по хиджре. Это больше 500 лет назад со времени, о котором мы сейчас говорим. Затем он, Ибн Аль-Асир, сказал нечто удивительное в отношении Захира би Амрилля. Как только Захир би Амрилля вступил на престол, он начал свою деятельность с восстановления справедливости. Он принялся возвращать людям их долги из госказны. Он значительно понизил налоги и возобновил сбор закята, практика которого и вовсе была упразднена на тот момент. Он предостерегал от грехов, усиливал армию, субханаллах. Это была революция. Революция духовности, экономики, армии во всех городах. Естественно, во всех подконтрольных ему городах. Это в центральной и южной части Ирака. Ибн Аль-Асир говорит удивительное о Захире би Амрилля. Он говорит, я боюсь, что время его правления будет ограничено и что он скоро умрет. Ведь люди того времени, в котором мы живем, не заслуживают его. Субханакая Рабби. Посмотрите на этот уровень безнадежности у Ибн Аль-Асира, да помилует его Аллах, из-за положения исламской уммы. Из-за деградации нравов, ценностей и идеалов, охватившей практически всю умму, а не только ее правителей. До такой степени, что когда в этом обществе появляется некто благочестивый, некто праведный, благородный, о нем говорят, боюсь, что он проживет недолгую жизнь. Не думаю, что он долго будет халифом. Кажется, он скоро покинет нас. И знаете что, дорогие братья и сестры, он умер по истечении шести месяцев. Субханаллах. Будто действительно люди того времени не заслуживали подобных ему личностей. Захир би Амрилля покинул этот мир и у власти стал другой, бывший из числа таких же привычных правителей того времени. Перед Джалалудином, сыном Мхаризмшаха, распростерся весь мир. Монголы в относительном покое, и перед ним раскрываются возможности расширения своих владений. Что он незамедлительно и делает на территории Азербайджана, Чечни, естественно на территории всего Ирана, а также Пакистана. Он останавливается у границ Афганистана, Туркменистана и Узбекистана, у восточных границ Ирана. Почему он остановился у этих границ? Да потому что за этой чертой находятся татаро-монголы. Он расширяет свои владения за счет мусульманских стран и не делает этого в монгольских владениях или землях мусульман, оккупированных татаро-монголами, хотя среди таковых были и земли Афганистана, земли его родины, которые были подвластны ему еще во времена его отца. Но несмотря на это, он был полностью лишен здравых мыслей. Также в это время исламский мир застыл в полном безмолвии. Нет никакой реакции на устроенные на востоке исламского мира бойни и резню. Ни в Шаме, Леванте, ни в Египте, ни в западной части исламского мира, нигде. Будто бы эти события происходят не с мусульманами и будто эта кровь проливается не у мусульман и не на мусульманских землях. На самом деле, была абсолютная тишина и тут мы должны сделать некоторую паузу и выяснить, в чем была причина такой тишины. В данный период времени эти земли считались отдельными государствами. В какой-то чужой стране какие-то проблемы. Что нам до этого? Главное, у нас все хорошо. Не оказалось мусульманина, чувствовавшего бы ревность за пролитую кровь и обладающего душой, толкавший бы его на защиту проливаемой крови. Нет, это другая страна. Мы живём своей жизнью, а они своей. Так и жил Шам, Левант своей жизнью, Египет своей, Ливия, Марокко, Тунис и так далее. Мусульманские страны жили сами по себе и не оказывали поддержку друг другу. Вторым и менее важным фактором служило то, что большинство пролитой крови принадлежало не арабам. Жители этих регионов были не арабами и арабы считали, что им нет до них никакого дела. Этот раскол внутри исламской общины является опасной проблемой. Связь, которая объединяет исламскую умму, это не принадлежность к арабам, персам, туркам или любой другой национальности. Связь, которая объединяет исламскую умму, это религиозная связь, это вероубеждение. Крепко держитесь, заверив Аллаха, все вместе и не разделяйтесь. Но мусульмане разделились по различным нациям, интересам, мирским целям и каждый стал заниматься удовлетворением лишь своих личных интересов, будь то правитель или народ. По этой причине они игнорировали всё то, что происходило в этих странах. Будь то всё это не произойдёт и с ними через считанные дни. И даже если с ними такого не случится, дорогие братья, разве они не в ответе за погибших, которых они не защитили. Ведь это касается всех мусульман. Тут вопрос в религии, в исламе. Эти люди продолжат убивать, пока полностью не сотрут религию и ислам с лица земли. Это то, чего они добиваются. Как об этом сказал наш Господь. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. Мусульмане, что на западе, что на востоке, не понимали эту простую истину, в это тяжелое для исламской уммы время. И все эти города и страны пали друг за другом, как мы видели. В это относительно спокойное время Джалалуддин расширяет свои владения на землях мусульман. А мусульмане, которые не проживают на этих землях, молчат и ничего не предпринимают. А татаро-монголы укрепляют границы своей империи на востоке исламской уммы. Но такое положение дел длится недолго. Огадей, новоиспеченный преемник Чингисханы, закреплявший свою власть в империи вплоть до 628 года, вновь задумал о новом монгольском нашествии на исламский и остальной мир. И действительно, в 628 году он начал подготавливать армию к нападению на исламский мир. Разгорелась новая военная кампания, в ходе которой они основательно подорвали боевой дух мусульман террористическими актами, напомнившими им о том, что происходило во времена Чингисханы. Атаки отличались террором, вселявшим страх в сердца мусульман. В ходе этой кампании монголы завоюют Иран, вернее западную её часть, так как восток Ирана к этому времени уже в составе монгольской империи. А вот западный Иран был в руках Джалалуддина, сына Харизмшаха. Итак, они присоединят к своей империи западный Иран, далее Азербайджан, снова отвоюют землю Куруч, Грузии и Армении, к слову, не являющиеся мусульманскими. Повторят попытку на этот раз успешную завоевать Россию и одержат вверх в реванше с булгарскими племенами, которые чуть ранее разбили отряд татаро-монголов. Затем они отправятся в поход против всей Европы. Это был новый подъём, новая веха в завоеваниях татаро-монголов. И в планах этой новой военной кампании не было аббасидского халифата. И на это стоит обратить внимание. Удивительно, не правда ли? Удивительно то, что достигнув до аббасидского государства, они не вторгаются в неё. Пропустив её, они переходят к следующим странам. Почему они оставили в покое аббасидский халифат? Почему они, оставив Ирак, принялись за следующие государства? Дело в том, дорогие братья, что татаро-монголы боялись аббасидского халифата. Аббасидская империя – это звучало угрожающе. Как мы уже говорили, история этой империи к этому моменту насчитывает более 500 лет. Это немыслимо, чтобы силы и возможности аббасидского халифата заключались лишь в том малом, что мы видим перед собой. Наверняка они скрывают у себя в Ираке огромное количество оружия, крепостей, башен и сильную армию. Ирак в их глазах выглядел недосягаемым. Они предпочли отложить, отсрочить встречу с ними. Они обязательно завоюют его. Но не сейчас. Ирак был в осаде, к примеру. Были заключены союзы с предлегающими к Ираку мусульманскими городами. Сделано это было больше в качестве устрашения и угрозы, для оказания давления на народ Ирака. Сюда же относятся периодические набеги на север или на юг Ирака, для убийств определенных людей или для ограбления караванов и тому подобных действий, ослабляющих исламское аббасидское государство. Всё это своего рода подготовка к полноценному вторжению, которое наступит в ближайшее удобное время и когда позволят условия. Таким был план Огедая, и он действительно начал притворять его в жизнь. Мы говорим сейчас о 628 году. Свирепое монгольское нашествие завоевало весь Иран за считанные дни. Это владение, как мы знаем, Джалалуддина, сына Харизмшаха. Когда он увидел наступающую армию татаро-монголов, он по своему обычаю и по обычаю своего отца обратился в бегство. Скитаясь между селами и городами, он повсюду встречал ненависть к себе, потому что он всегда воевал и причинял страдания мусульманским народам. В своем бегстве он достиг до некого села на севере Ирака. Его повстречал курдский христианин из жителей севера Ирака. Когда этот христианин, изумленный количеством золота и серебра, на нем спросил его «Кто он?». Естественно, убегая, он везет все свое богатство с собой. Но с ним не было ни одного солдата, все люди покинули его. И вот когда он спросил его «Кто ты?», он ответил «Я правитель Харизма». Он сказал ему это, чтобы вселить страх в его сердце, или, по крайней мере, для того, чтобы вызвать желание получить часть богатства. Когда этот крестьянин услышал эти слова, он приютил его у себя, угостил его и позволил ему переночевать у него дома. Однако, Субханаллах, взгляните, как возвращаются дни на круги своя для притеснителей. Оказывается, брат этого курдского крестьянина был убит в войне, развязанный Джалалуддином, сыном Харизмшаха. Теперь у него появился шанс. Он оказал гостеприимство Джалалуддину, сына Харизмшаха, как мы сказали, предоставил ему ночлег, а когда он заснул, этот курдский христианин взял и отрубил голову Джалалуддина топором. Так завершилась история Джалалуддина, сына Харизмшаха. Поистине Аллах дает отсрочку несправедливому, но когда он схватит его, то уже не отпустит. Затем Пророк да благословит его Аллах, и приветствует, прочитал следующий аят. «Такова хватка Господа твоего, когда он хватает обитателей селений, проявляющих несправедливость. Поистине, хватка его мучительна, сурова». Ибналь Асир, говоря о биографии Джалалуддина, сына Харизмшаха, еще при его жизни, сказал, «Я не сомневаюсь, что Аллах покарает его, Аллах воздаст ему по его делам». И действительно, он встретил такой же удел, как и большинство людей из его народа, от рук татаро-монголов или от его собственных рук. История жизни Джалалуддина, сына Харизмшаха, завершилась в 628 году по хиджре, и мусульмане снова начали слышать о татаро-монголах. Яростная атака на Иран, как уже было сказано, полное его завоевание. Затем весь Азербайджан, затем Чечня и Дагестан, затем Армения и Грузия, после они направились на Россию. Все это в 628 и в начале 629 года. Военачальником в этом наступлении был Чармаган, один из самых сильных полководцев татаро-монгольских сил. После того, как Чармаган установил свою власть на этих территориях, он пожелал остаться тут на некоторое время для того, чтобы совершать набеги на окрестности Аббасидского халифата. Он не собирался вторгаться в Аббасидский халифат и в Россию. Почему? Он не хотел, чтобы с ним повторилась та неприятность, случившаяся с монголами от рук Булгар. Он хотел привести большую армию, но прежде чем сделать это, было необходимо закрепить свои позиции на столь обширных территориях. Дорогие братья, речь идет о нескольких странах, которые завоевали татаро-монголы за один год, с 628 по 629 года. Вот он и занялся укреплением занимательных позиций на протяжении пяти полных лет, с 629 по 634 годы. В 634 году Чармаган, по указанию Огедея, конечно же, решает пойти на Европу. Сначала на Россию, затем на Европу. В Россию он вошел с огромной и многочисленной армией. Это объяснимо, ведь в его голове были еще свежие воспоминания о поражении от Булгар. Поэтому он был решительно настроен устроить муки и страдания людям на этой земле. И так они выступили с армией, поражающей своим масштабом. Они вошли в Россию. Территория России, как известно, кажется безграничной. Одна только Россия сама по себе занимает 17 миллионов квадратных километров. Это только сама Россия, не страны бывшего Советского Союза, а именно сама Россия. Когда они вошли в эту страну, то город за городом, одно за другим, Россия терпела поражение. И ни единого поражения монголов. День за днем, месяц за месяцем, год за годом, с 634 по 635 годы, всего лишь за два года они полностью завоевали всю Россию. Вы только представьте себе эту бескрайнюю, колоссальную территорию. Вся Сибирь, вся Россия. Они разрушили Москву до самого основания. Полностью все уничтожили, не оставив ничего. Они стерлись с лица земли и все большие города Великой России и завоевали ее, как мы сказали, всего за два года. Далее 636 год. В начале 636 года они, покончив с Россией, перешли к Украине. Это также огромная территория, около 600 тысяч квадратных километров занимает только одна Украина. Они разрушили Киев, столицу Украины и полностью прибрали ее к рукам. Затем они двинулись дальше на запад. Захватили Венгрию, захватили Польшу. Правитель Польши, король, пытался заручиться поддержкой правителя Германии. Германия – это соседнее Польша государство. Объединенная польско-немецкая армия была сметена силами татаро-монголов. Далее они спустились на юг, где завоевали Словакию, а затем Хорватию. И знаете, в каком году это произошло? Все это произошло уже к 639 году по хиджре. Поход начался в 634 году и продлился до 639 года. За пять лет они дошли до центра Европы. Границы монгольской империи дошли до Германии, Франции и Италии. Католический Рим, находясь у себя дома, был под угрозой. Вот и все. Татаро-монголы уже входят в саму обитель католического христианства. Конечно же, все завоеванные страны до этого момента были православными. Ужасная резня, дорогие братья. Миллионы людей были убиты. Европа прошла через все то, что прошли мусульмане до этого. Субханаллах. Эта пугающая экспансия завершилась в 639 году по случаю смерти Угедея. Угедея, правителя империи, преемника Чингисханы. Он скончался в 639 году в городе Каракорум. Каракорум был столицей монгольской империи. Находился он на севере Китая. После смерти Угедея на трон зашел Гуюк, сын Угедея. Гуюк, сын Угедея, получил огромное королевство. Монгольская империя в начале периода правления Гуюка, сына Угедея, растелалась от Кореи на востоке, до Польши на западе. Абсолютно вся Азия, с входящими в нее бывшими республиками Советского Союза, всей территории Китая, Монголии и исламских стран, Субханаллах, нечто поразительное. Все это принадлежало одному государству, во главе которого стоял Гуюк, сын Угедея. Находясь в городе Каракорум, он правил всем этим гигантским королевством. Гуюк прекратил расширение. Он считал, что эти обширные владения нуждаются в большем укреплении и упрочнении позиций. Надо признаться, что это была мудрая политика Гуюка, сына Угедея. Приблизительно половина исламского мира, как вы можете видеть, находится на данный момент в руках монголов. Центральная его часть, Ирак и его окрестности находились в состоянии постоянной борьбы и сражений между собой. Север Ирака – регион Масулы, который господствовал над курдами и был отделен от Аббасидского халифата. В западной части наблюдалась абсолютная разобщенность. Проблема Леванта, Шама, заключалась в противоборствующих между собой братьях внутри самого Леванта, Шама. Происходили сражения между Алеппой и Дамаском, между Хама и Хомсом, между Латакией и Арраккой. Все эти войны внутри самого Леванта, Шама. Мусульмане докатились до такого уровня деградации, что они вручили Иерусалим, который до этого освободил Салахуддин Аляюби в качестве подарка крестоносцам. Они подарили его крестоносцам ради того, чтобы те помогли им в войне с Египтом. Представьте эту степень упадка, до которого дошла исламская ума в это время. Горькое состояние кризиса исламского мира. В это же самое время Андалусия терпела собственное бедствие. Действительно, это был мрачный период времени для исламского мира. Первая половина седьмого века по хиджри. Андалусия в это время лишилась своей провинции Кордова в 636 году по хиджри. Позднее откололась также провинция Севилья в 646 году. Они были безвозвратно отвоёваны. Эти провинции перешли во владения христоносцев и больше не вернулись к мусульманам вплоть до сегодняшнего дня. И все её мечети, как вам известно, были превращены в церкви. Крестьянская Европа, как вы можете видеть, испытала такие же страдания и беды, как и мусульмане. Но вместе с тем, их ненависть к мусульманам была больше, чем ненависть к татаро-монголам. И это удивительно. До самых пор европейцы не перестают искать союза с монголами для войны с мусульманами. Хотя было бы совершенно естественно для крестоносцев сейчас в такое время объединиться с мусульманами против врага, которые атакуют всех против татаро-монголов. Но нет же. В реальности татаро-монголы, разрушившие столько городов, нашли руку помощи, протянутую им со стороны крестоносцев и последовательные попытки заключить с ними союз против мусульман, несмотря на все то, что случилось с христианскими странами в Европе. Почему все это, дорогие братья? Просто потому что война крестоносцев против ислама носила под собой идеологический контекст. И это не было просто войной интересов и выгод. Это была религиозная война. А войны татаро-монголов, как вы видите, это разоряющие войны, которые не преследуют иных целей, кроме расширения владений, сбора богатств и геноцида людей. Поэтому далее мы увидим очень удивительный союз между татаро-монголами и крестоносцами, несмотря на все то, чем натерпелись крестоносцы от татаро-монголов. Все это мы увидим, иншаллах, в следующих сериях. Прошу Аллаха, азза-ваджалля, даровать нам понимание его путей, научить нас полезным и сделать полезным то, чему он нас научил. Только он на это способен и только ему все принадлежит. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok